Кто лучший строитель в мире животных? Пауки плетут красивые сети. Муравьи создают настоящие лабиринты. Осы сооружают гнезда из бумаги. А личинка муравьиного льва роет в земле ловушки. Что за диво? Лев без грибы. И совсем он некрасивый. Не рычит он, а зверев. Ну и все же это лев. Но не тот, что царь звериный, а другой лев. Муравьиный. Муравьиный лев на охоте. На склоне у самых корней дерева можно увидеть небольшие ямки в песке. Да такие ровные, круглые, суженные к низу, как воронки. Их выкопала личинка муравьиного льва. Сама она прячется на дне и ждет добычу. Ведь ямка в песке для этого насекомого не просто дом, а еще и средство для охоты. Вот ползет по своим делам муравей. Приблизится к краю воронки. Соскользнут его лапки вниз и все, попался. По сыпучим стенкам обратно наверх не выбраться. Тем более, что коварная личинка начинает бросаться в бедняку песком, чтобы уж точно не остаться без обеда. Муравей теряет равновесие и оказывается на самом дне. Там личинка его схватит, а через полчаса выбросит наверх пустую шкурку. Как же выглядит этот безжалостный хищник? Довольно необычно. Голова маленькая, глазки крохотные, зато челюсти, похожие на два острых серпа, просто огромные. Долго находиться на поверхности личинка не любит. Под землей ей гораздо уютнее. Вот она, зарывается спиной вперед, выкапывает новую воронку. Давайте проследим, как это происходит, и для этого ускорим время. Личинка ползает по кругу, как живой циркуль, головой отбрасывая песчинки. Получается ровная, замкнутая траншея. Наш землекоп продолжает кружиться, двигаясь к центру, и зарывается все глубже и глубже. Еще полчаса, и западня готова. Вот только она недолговечна. Ведь песок осыпается от дождя и ветра. Да и жертва, пытаясь выбраться, портит ловушку. Поэтому личинке приходится рыть ямки очень часто. И в этом она достигла высочайшего мастерства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова